Добрый вечер всем зрителям своего канала в эфире гость в студии и сегодня у нас в гостях хореограф постановщик руководитель студии танца форс ольга черновалова ольга валерьевна здравствуйте здравствуйте ольга валерьевна всегда восхищаюсь хореографами и вы в нашем краснодоне известнейший хореограф не только в краснодоне и вся луганская народная республика вас знает вашу студию танца форс и знает вас как талантливого хореографа todes как участника проекта танцуют все и вот расскажите как начиналась ваша карьера именно хореографическая как первый раз вас поставили к станку показали первые по первые растяжки стойки расскажите как то начиналось вот я извиняюсь можно вас немножко поправлю я в туду си хореографом не была я там была артистом балета танцором разные вещи в пять лет меня мама привела в дворец культуры имени молодая гвардия к руководителю любви окна галушкина впоследствии я занималась чуть позже уже у малаева надежды валерьевны которая сейчас до сих пор преподает у нее прекрасная своя студия творческая мастерская надежды малаевой вот такого начиналось нашего любимого дворца культуры думали уже когда только пришли только стали первый выход на сцену свой думали о том что в дальнейшем у вас будет вот свой класс где вы уже будете не обучаться а обучать я думаю что наверное да я хорошо помню свой первый концерт я была солистка я танцевала ламбаду выходила к дедушке морозу и потом звала всех остальных ребят я думаю что да потому что желание что-то сочинять и творить было с детства и вот какой он должен быть хореограф для того чтобы не потанцевать в детстве и уйти но многие правда сейчас родители всех девочек практически отводят на танцы все пробуют себя в этом немногие остаются выбирают другие профессии либо забрасывают интереснее становится компьютер мальчики все-таки куда-то сходить погулять а хореография она требует усилий требует жертв все-таки времени и вы насколько за вы много времени положили на это да ну я думаю все равно танцы это прекрасно но не для каждого не каждому становится хореографу потому что все профессии нужны все профессии важны то что люди приводят деток заниматься это очень хорошо развивает и физически и духовно это прекрасно приводят ребенка сейчас не обязательно талантливого иногда родители хотят просто чтобы он был танцором может быть детская мечта своя не осуществилась какая-то по-разному бывают ведут и говорят танцуй будешь танцевать а ребенок не хочет я думаю что если ребенок не хочет танцевать то вряд ли что-то получится или получится но ребенок не будет счастлива главная задача все-таки родителя это сделать своего ребенка счастливым я думаю так поэтому тут нужно смотреть на личное желание ребенка а вот бывает же наоборот что ребенок как раз очень очень хочет на данных у него нет вот раньше был отбор но балетный практически да там вы воротность растяжку проверяли сразу стойку вот и брать или не брать решали ребенка сейчас насколько знаю берут всех ребят подряд и вот и какие шансы у ребенка без данных добиться успеха если он будет пахарем я думаю что это правильно во первых сейчас не только классический танец и это прекрасно да в классическом танце детям без данных добиться успеха практически невозможно сейчас есть современная хореография где стопы и закрытые и не до конца вывернутая и это не так страшно поэтому если ребенок трудится у него есть большое желание и он всегда добьется успеха и наоборот ребенок с прекрасными данными как вы говорите которого мама заставила вряд ли чего-то добьется потому что из-под палки конечно может получиться талант самородок но чаще всего нет наверное даже ребенок может в каком-то роде возненавидеть потом это за 100 процентов заставлять 100 процентов а вот чтобы добиться успеха сколько нужно заниматься это нужно каждый день заниматься вот ребятам или это час в день или это три часа в неделю как оценивается я думаю что это все индивидуально все зависит от физических данных человека если но я например ребенком мягкие то он может с легкостью сесть на шпагат на третий день тренировок или даже прям сразу так как он мягенький весь если ребенок тугой но он захочет заниматься и хочет в дальнейшем добиться успеха то наверное каждый день как вы говорите все индивидуально и возраст вот еще интересно приводят ведь и совсем маленьких и два годика приводят уже танцевать максимальный возраст чтобы начать танцевать есть у этих ребят я знаю прекрасного хореографа и артиста балета москвы сейчас не скажу его фамилию который начал заниматься классическим танцем в 16 лет это очень очень поздно и добился очень больших успехов поэтому если есть большое желание можно начать в любое время скажите пожалуйста вот немножечко отойду от этой темы вы занимались хореографии танцевали танцевали не только у нас вы в киеве насколько я знаю в знаменитом шоу участвовали в москве в тодесе танцевали и в итоге приехали сюда к нам в краснодон домой для нас радость для вас как радость ну во первых я люблю наш город это правда я себя здесь чувствую прекрасно и комфортно как говорят дома и стены помогают и греют да это радость для меня и скажите пожалуйста сразу появилась идея вот приехали и увидели но наверное может быть недостаточно на студии танцевальных уровень какой-то хотелось показать научить вот дать что-то сразу появилась идея открыть именно студию танца нет не сразу я когда сюда приехала у меня была цель ребеночек это хорошая цель да да вот и поэтому я вообще с детства такой максималист и была на карьере достаточно серьезно построена моя жизнь вот и когда я сюда приехала мне казалось что я рожу ребенка с бабушками и дедушками мы побудем у водик и я поеду на гастроли заниматься танцевать муж мы дал мне полностью согласия но как показала практика когда ты рожаешь ребенка ты меняешься понимаешь что ценности совершенно другие вот и у нас до стоял вопрос когда ксюшеньке было где-то два с половиной годика то ли уезжать большой город так как моя профессия она напрямую связана с большим городом если продолжать себя дальше как артист балета то ли оставаться здесь и так как я решила не продолжать творческую деятельность как артист балета и я решила открыть студию танца форс и набрали первую группу сколько это было ребят кто были эти ребята это были уже с подготовкой дети они откуда так вам пришли или это были новички совсем вот вспомните как это все было как начиналось с изначально студия танца форс была большая как и сейчас и было больше ста детей это точно в тот период времени у нас была такая прекрасный хореограф евгения попова который кстати надежда малаева передала свою студию и когда евгения уехала работать в харьков некоторые дети и и пришли ко мне в старшую группу а остальные детки были те которые пришли захотели заниматься танцами и первая постановка вашего для нашего краснодона что делали если помните не помните как принял наш город вас я конечно помню все постановки были современной хореографии в основном уличной хореографии приняли нас хорошо одни из первых концертов мы ездили в донецк ездили в антрацит и был хрустальный каблучок везде мы заняли первое место и гран-при я почему спрашивала за то как приняли потому что ну все равно город у нас маленький люди все друг друга знают все знают были в киеве были в москве и тут вернулись в краснодон как многие расценивают а наверное что-то не получилось развернулась не было таких оценок не слышали честно говоря я не знаю я об этом не думала я шла своим путем и мне было мне комфортно замечательно расскажите пожалуйста как изменилась ваша жизнь сейчас именно танцевальной студии кто сейчас заниматься сколько ребят и у вас название такое интересное форс это сила да 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 все сильные ребята вы куда не поедете везде гран-при первые места это не только у нас в республике да в россию вы ездите насколько я знаю вот на чем сейчас работаете чем живете сейчас студия танца форс насчитывает около ста восьмидесяти учеников у нас уже есть выпускники которые учатся в академии матусовского есть ученики которые учатся в питере на хореографа есть уже педагог в харькове работая девочка в очень ведущей студии работает педагогом в младших группах есть у нас первый наш ученик денис дудник студии танца форс который сейчас ведущий танцор он на ведущих площадках выступает таких как юрмала новая волна музыка мтв мтв господи последний у него концерт был это в кругу сити холли слободой мы ими очень сильно гордимся желаем у всех успехов одна из наших девочек алина дидора уже преподает у нас она учится и параллельно преподает у нас в студии сейчас мы готовимся к хрустальному каблучку делаем четыре новых номера и трудимся трудимся и трудимся самое большое достижение именно студии форса как вы считаете за время существования но я думаю что мы все дружны мы все существуем и любим друг друга ваша как человека как женщина самое большое достижение как вы считаете какой вопрос ну наверное это конечно же не наверное сто процентов мой любимый ребеночек моя любимая ксюшенька вот и родилась у вас ксюша она тоже занимается хореография тоже танцует да ксения тоже танцует с двух с половиной лет она очень талантливая девочка и в свои годы она достигла в разы больше чем я я думаю что если она захочет у нее будет большое танцевальное будущее как сейчас себя проявляет уже говорит я буду артистка я буду как мама в тодес пойду или еще лучше что-нибудь чем то она сказала она сказала что будет руководителем студии танцев форс и я отлично я с удовольствием ну а вообще вот ваши выпускники вот встречаете их уже есть выпускники да встречаете видите какими людьми вырастают какими людьми становятся к чему стремятся о чем мечтают вот это то каким бы вы хотели видеть своего выпускника или случались случаи бывали случаи когда видите и но очень жаль что воспитали этого человека случается нет никогда не было что очень жаль что воспитала такого человека такого не было никогда все выпускники наши добиваются успеха и я этому очень радуюсь есть другие случаи когда например подростковый период и ребенок бросает заниматься ну это в основном лет 12-13 у кого как и когда я встречаю этого человека например у себя во дворе с плохой компанией где он занимается не тем чем бы хотелось в том возрасте особенно если это девочка конечно я расстраиваюсь потому что я понимаю это бы время он мог потратить занимаясь хореографии и не делать глупости вот вот так ну а каким бы не хотели вообще никогда увидеть своего выпускника вот в будущем пусть это не подростковый возраст а вот встретите через 10 лет вот каким не хотите видеть своих выпускников своих воспитанников я бы всех своих воспитанников хотела видеть счастливыми людьми поэтому не хотела бы видеть не счастливыми вот хореография это же целый такой мир свой это не просто прийти потанцевать выучить какие-то движения это придумать это что-то дать это что-то вложить в этот танец вот где берется это вдохновение откуда наберется что вдохновляет и откуда берется сила и энергия чтобы вот это все передать и заразить вот этим вот огнем еще и детей знаете недавно ко мне подошла маленькая девочка с младшей группы нашей и 5 лет она подошла и говорит ольга валерьевна вы знаете на самом деле танцует не руки не ноги сердце это прекрасные слова я с этой девочкой полностью согласна наверное все действительно идет от сердца чаще всего излагается то что или наболела или наоборот за что ты хочешь поблагодарить например вот раскрою секрет вам у нас будет в этом году танцевальная композиция мама конечно она будет посвящена всем мамам на свете но и естественно моей любимой мамочки таким образом хочется сказать большое спасибо за то что она есть воспитала нас и дай бог ей всего самого наилучшего ольга валерьевна и раз уже начали говорить о энергии то расскажите вот мне всегда было интересно как питаются хореографы но вы с виду такие худенькие вы такие изящные и выходите кажется но вообще ничего не едите вот для того чтобы такими быть как питаться все таки энергию откуда-то нужно брать не знаете как говорил мне мой муж говорит уля ты ешь а я толстею на самом деле до 80 процентов зависит от того что ты кушаешь поэтому нужно себя просто нужно кушать все однозначно получать все витамины но порции ограничивать для своего роста и чтобы вес держать в норме физические нагрузки конечно же тоже нужны обязательно в комплексе получается сохранять а физические нагрузки танца достаточно или это еще что-то нужно включать это еще тренажерный зал или это какие-то кардио тренировки что это кардио тренировки это прекрасно да на самом деле я думаю любой человек видит его проблемную зону и над этой проблемой зоны и нужно работать в данный момент и вот сразу назревает вопрос у меня девочки вот многие девочки считают себя полными особенно в подростковом возрасте не то может быть весят 38 килограмм но смотрит она на себя в зеркало и думает тут я толстенькая тут я толстенько хочу быть худенькой стройной как ольга валерьевна и начинают мучить себя диетами соответственно энергии на танцы не хватает чтобы посоветовали таким девочкам у нас были такие случаи когда девочки перестают кушать соответственно они ну не теряют сознание но близко к этому ничего хорошего нет конечно же я говорю детям обязательно кушать просто во всем должна быть золотая середина пусть наши девочки не мучают себя голодом пусть кушают будут здоровыми энергичными и красивыми а вам я желаю успехом на хрустальном каблучке за заря получается спасибо вам спасибо нашим зрителям увидимся на нашем канале а а а Субтитры подогнал «Симон»